Ария Кришна, я очень рад видеть Ваши сияющие лица. Ну, я уже месяца два лекций не читал практически, потому что звук как-то делается, поэтому буду бумажку подглядывать. Сегодня я решил прочитать 20-е тексты 14-й главы Багавангиты. Глава называется «Три гуны материальной природы». Когда воплощенное существо способно выйти за границы этих трех гун, связанных с материальным телом, оно может освободиться от рождения, смерти, старости и приносимых ими страданий, и укусить нефтар даже в этой жизни. Комментарий Шилы Пракупады. В данном стихе объясняется, как человек, даже будучи в этом теле, может находиться в трансцендентном сознании, в полном сознании Кришны. Санскритское слово «дэхи» означает «воплощенный». Хотя существо находится в материальном теле, путем прогресса в духовном знании оно может освободиться от влияния гун природы. Оно имеет возможность наслаждаться счастьем духовной жизни уже в этом теле, поскольку оставив его, оно, несомненно, впадает в духовное дне. Но даже в этом теле живое существо может узнать духовное счастье. Другими словами, преданное служение сознания Кришны – это признак освобождения из материальных оков, что будет объясняться в 18 главе. Когда человек освободился от влияния гун материальной природы, он обращается к преданному служению. Кришна, 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 К А пока не забыл, я хотел сказать, что мои лекции в прошлом от Бхагава, там и теперь сейчас со среды, переместились на вторник по техническим причинам, чтобы вы знали об этом различном изменении. Итак, еще раз читаем стих. Когда воплощенное существо способно выйти за границы этих трех гун, связанных с материальным телом, оно может освободиться от рождения, смерти, старости, приносимых ими страданий, и вкусить нектар даже в этой жизни. Итак, здесь Кришна объясняет Арджуне о том, что есть какой-то вкус за пределами трех гун, живое существо, всегда пытается чем-то наслаждаться. Даже самые низшие существа выискивают свою пищу, какие-то вкусы все ползают, нюхают, что-то такое, выбирают от этой материи, все стремятся к каким-то вкусам. Но это вкусы в трех гунах материальной природы. Это вкусы в невежестве, страсти, полубоги, и лучшие из людей только знают, что такое вкус благости. В основном все живые существа в низшими вкусами наслаждаются. И здесь Кришна говорит, что есть какие-то еще вкусы другие над тремя гунами природы. И он говорит, что можно их попробовать, даже находясь в этом теле. Дэхи, находясь в этом теле. Дэха означает тело, а дэхи, значит, находящийся в теле, воплощенный. И он говорит, что это возможно, если мы уже сейчас начинаем эти вкусы из высшей природы пробовать, начинаем привыкать к ним, приучать себя к этому. Хотя это требует, конечно, определенной практики, потому что, как Рупа бы с вами говорит в «Нектаре наставлений», больному желтуха и сладкий вкус кажутся горьким. И поэтому он вынужден принимать, принимать вот до тех пор, пока к нему не вернется нормальный вкус при выздоровлении. Точно так же духовный вкус, он не сразу доступен живому существу. Пока что нам доступны вкусы материальные. Вкусы очень важны для нас. Вкусы для физического тела – это то же самое, что эмоции для ума. Вкусы и эмоции не очень тесно связаны. И я последние два месяца был очень сильно погружен в свое тело, в аюрведу, все это здоровье, так сказать. Это вынужденное было погружение, но очень интересное. И оттуда я вынес много всякого интересного понимания, о котором я поделюсь с вами немножко позже. А сейчас я просто скажу, что эти вкусы, они впрямую связаны с нашими эмоциями, с нашими определенными потребностями. И как вот ум должен переживать какие-то ощущения, какие-то эмоции, ради них мы в поиске находимся. Так же и телу необходимы эти разные вкусы, и эти вкусы и эмоции, они связаны. И я коротко об этом расскажу. Чуть-чуть высшим среди всех вкусов является, конечно же, вкус сладкий. Вот, так называемый мадгу. Вот отсюда слово «мед» происходит, отсюда же пчела, мадгу, которую этот мед делает. И этот вкус, он дает ощущение глубокого удовлетворения человеку, умиротворенности, чувства завершенности и полноты. Потому что сладкий вкус обычно все дает в конце. Ты не завершаешь все пиры, когда уже вы даже наелись полностью, вот и уже ничего не можете, говорят, несут сладкий рис. Сладкий рис считается царь всех блюд. Когда царь входит, как бы не было полно в помещении, все должно раздвинуться. Потому что царь входит. Как же он раздвинется, если царь входит. Вот, поэтому даже если вы уже наелись и несут сладкий рис, нужно еще раздвинуться немножко и чуть-чуть его вместить. То есть сладкий рис, сладкий вкус, вернее, он дает ощущение полноты и завершенности. Все, пир закончен, что-то сладкое дали, и здорово. Но если этим вкусом злоупотребить, тогда у человека будет развиваться лень, апатия, сахарный диабет и жадность. То есть жадность, она связана с переизбытком и сладкого вкуса. Я вот жил за стенку от меня, жил, это больница фактически из Коновской, Ашентон, одни из Коновской предмечества. Я жил один санятель, он страдает сахарным диабетом. И он мне рассказывал, как в юности они там соревновались, значит, соревнования были, а кто выше глобжемунов съест, такие сладкие шарики. И он был в числе чемпионов. Вот сейчас сахарный диабет, понимаете, связь, да? Злоупотребление всеми этими там халавами, глобжемунами, теперь вот такие вещи. То есть, когда идет какой-то избыток, пресвещение какого-то вкуса, то существуют последствия. И мы знаем, что есть у нас шесть врагов, то есть каждый из этих вкусов он какого-то врага порождает, когда этот вкус переизбытки в материальном мире. Вот, и избыток сладкого вкуса он ожидает лобуху. Лобуха означает жадность. Соленый вкус называется лаваном. Есть такая штука лаван баскар, мы же послышали, такая разновидность соли, которую для пищеварения, для улучшения пищеварения используют. Итак, соленый вкус в позитивном смысле, он дает нам вкус к жизни, жизнелюбие, интерес какой-то. Вот, допустим, если недосолено, уже невкусно, правильно? Значит, нужно посолить. То есть без соленого вкуса сложновато же. Интерес, энтузиазм, продолжать есть, то есть безвкусное не хочется. Вот, поэтому обязательно на каждом столе, в каждом, даже в каком-нибудь затрапезном ресторане, обязательно стоит какая-то соль, перец, то есть что-то нужно такое добавлять для усиления вкуса. Но если этого соленого вкуса будет слишком много, то развивается такая излишняя тяга к чувственному наслаждению, гедонизм, то есть когда чувство наслаждения, тоже цель жизни человека, и он также развивает вожделение, если не умеренный соленый вкус, он развивает вожделение. Это второй враг, Кама. Кислый вкус, вернее, называется Амла, и кислый вкус, он толкает нас к овладению чем-то, к собственности. Нужно чем-то овладеть, вот это вот ощущение, что-то такое захватить, оно связано вот с этой вот эмоцией, эмоцией, которая порождается кислым вкусом, при конкуренции также толкает нас. А когда его избыток, тогда это дает зависть и обиду. То есть зависть – это еще один наш враг в этом материальном мире. Горький вкус называется тикта. Он тонизирует, дает ощущение легкой неудовлетворенности и какое-то стремление к совершенству, к продолжению. Вот, допустим, горький вкус, он редко встречается. Его мало кто знает. Если знаете, есть такое дерево Нима. В Индии растет в риндауне на каждом шагу, с ним такие длинные листики, с зубчиками такими. Везде она очень-очень горькая. Из таких доступных нам – это вот какой-нибудь грейпфрут, он обладает таким горьким вкусом. Важный вкус для очищения и так далее. Но если его слишком много, то наступает что? Много огорчения, много горечи. Вот такой писатель Максим Горький. Горе, горечь, вот это вот ощущение, много горечи. То есть оно нужно в какой-то степени, слишком много, это уже не то. Итак, горечь, она рождает моху, иллюзию, еще один враг существа, потому что страдание, горечь – это иллюзорное состояние для души, его не существует. Но когда душа находится в иллюзии, кажется, что она находится в каких-то горестных условиях. Другой вкус называется острый вкус – кату. Есть такое лекарство – три кату, три перца. Кату, вначале, перец. Это черный перец, это имбирь и пиполи, такая штука в России неизвестная, очень такая штука острая. Вот, для усиления аппетита ее используют. Красный перец, он не входит вообще никуда. Это тамагуна, привезенная из Мексики, из Португалии. Сейчас это все ассоциируется с индийской кухней, к сожалению. С индийской, но не с ведической только. Это ужасная вещь, которая разрушает все на своем пути. А черный перец, имбирь и пиполи – это все благостные перцы. Так вот, этот острый вкус, он дает ощущение тепла и жара. И в эмоциональном плане он побуждает людей строить теплые, дружеские отношения, потому что он теплый по природе, с нами по себе. И также этот вкус, он направляет нас вовне. То есть, он способствует развитию экстравертности, то есть, погруженности во внешний мир. И так, это свойство вот этого острого вкуса, кату. Когда его избыток, он вызывает такую эмоцию, как гнев. И это тоже кротха, гнев, один из шести врагов человека. И последний вкус вяжущий называется кашая. Это вкус, который можно ощутить, вот, это корка гранатов, черевых, там, черноплодные рябины, хурма, вот такие вещи. И он обладает свойством все сжимать, скукоживать, сказать, он заставляет морщиться, это вот свойство вяжущего вкуса. На эмоциональном плане он связан с тем, что он погружает нас в интровертность, замыкает на себя внутрь. Если вот этот острый вкус, наоборот, вовне, интровертами нас делает, то, потому что мы замечаем, что, например, люди многие из таких южных стран, теплых, где много вот этого горячего перца, они такие очень темпераментные, очень открытые, такие общительные. Это вот все следствие от большого, большого избытка острого вкуса, что называется. Но не так же и очень гневливый часто. Вот. А ляжущий вкус, он, наоборот, внутрь замыкает человека. И на эмоциональном плане он может привести к такому-то ощущению изоляции, страха, и приводит, в конце концов, при излишках к безумию. Безумие – это мада, еще один враг человека. И так эти шесть вкусов связаны определенным образом с этими шести врагами. Вот. Но это все вкусы материального мира, которые нужны в определенной степени. Но это все, что у нас есть. То есть мы не имеем возможности доступа к какому-то более высокому вкусу, потому что высший вкус, он берется только из духовной энергии. И среди этих вкусов есть основные, главные и второстепенные. Конечно же, основным главным вкусом, без которого немыслимая жизнь, является сладким. Это очень легко понять, почему. Мы все знаем такое слово, хорошее русское, наслаждение. Корнем его является сладким. То есть сладкий – это корень слова «наслаждение». Наслаждения без сладкого не бывает. Есть такой итальянский фразеологизм, «Dolce Vita», «сладкая жизнь» называется. То есть это как бы вот такой идеал некий. Люди должны достичь некой такой сладкой жизни. Иногда говорят, я тебе устрою сладкую жизнь. Или кому-то там не сладко придется. То есть сладость, она всегда ассоциируется с каким-то успехом, с завершенностью, с каким-то комфортом. Это самое главное. То есть наслаждаться без сладкого невозможно. Если в конце пищи не было ничего сладкого, что за пир такое, что за обед, когда нет ничего сладкого. То есть какой-то ощущение неполноты. Вот поэтому сладость – это как восклицательный знак, который завершает предложение, который, в общем-то, является таким триумфом, апофеозом всего этого нашего питания. И сладкий вкус, он присутствует повсюду. Начинается все, с чего ребенок рождает, зачем он наслаждается – молоком. Молоко по своей расе, по своему вкусу, оно сладкое. Это самое начало сладкого вкуса. Вот оно рождает умиротворение, такую удовлетворенность. Больше ничего. Потому что сладкий вкус перебивает все остальное. Если есть сладкий вкус, он включает себе все остальное. Поэтому ребенку хватает просто вот этого молока сладкого, и все достаточно. Больше никакой пищи ему не надо. А начало – это предпосылки Матхури Раса, высшего уровня, который в духовном мире находится. У каждого свои сладости. Начинается ребенка сначала с молока, потом он узнает, что есть конфеты, всякие разные другие там сладости. Это тоже Матхури Раса. У взрослых уже своя Матхури Раса. Это уже, так сказать, отношения мужчины и женщины. И есть такая штука хорошая, называется Матху сладкий вкус. Есть такое лекарство, не лекарство, а трава такая. Яшти Матху. Яшти Матху – это по-русски солодка. Тоже сладкий вкус. Очень хороша. Это мое спасение для всяких гастрозаболеваний, для воспаления всяких там этих желудков и прочего. Это самое спасение. Он владает таким сладким вкусом, и оно успокаивает, все умиротворяет, все хорошо. Итак, все любят сладкое, включая микробов. И поэтому избыток сладкого вкуса, он порождает такую среду, в которой они плодятся и размножаются замечательным образом. И тут возникает такое противоречие. Как вы заставите ребенка, допустим, чистить зубы? Нужно сделать зубную пасту сладкой. И все равно будет для него как конфетка. Вкусно будет, понимаете? Он не понимает, что зубы чистить надо. Ему говорят, чистить зубы, как? Сладкая зубная паста. И тогда у него начинает во рту там размножаться всякая ерунда остальная. Потому что сладкая среда, она является питательной для бактерий. Вот. И поэтому я бросил чистить зубы сладкой пастой. Да. Доктор сказал, что это очень вредно. Вот. И теперь я чищу зубы зубным порошком, как в детстве. Только настоящим. Он должен быть солоновато-горьким на вкус. Там вот из Южной Индии говорят. Это настоящий, так сказать, такой дезинфектор. Кому нравится смесь соленого и горького? Не очень. Микробам тоже нет. Вот поэтому, чтобы сказать нет всей этой, так сказать, нечисти, вот такой вкус необходимо в себя тоже вмещать. Итак, духовный мир, изначальное состояние души – это обитель высших вкусов. То есть там живые существа обмениваются чистыми отношениями, чистыми вкусами. А в материальном мире обусловленные души обмениваются кармой, как правило, плохой. Если они портят друг другу жизнь, вот, вроде были два человека, ничего, соединились, начали друг другу портить жизнь. Один своей карму подкинул, другой себе карму подкинул. Вот, портят жизнь друг другу, низшими вкусами обмениваются, ругаются, дерутся, скандалы какие-то устраивают. Это вот признаки обусловленного существования. Духовная жизнь обозначает опять научиться обмениваться любовью. И обмениваться любовью – это как раз обмениваться высшим вкусом. Поэтому у преданных есть традиция угощать друг друга, там, какие-то сладости, что-то еще. То есть это может быть вещь сладкая по вкусу или сладкая по настроению. То есть сладостная эмоция – это обозначает добрая эмоция. То есть добрый человек, такой сладкий человек – это обозначает человек, обладающий такой какой-то позитивным настроем, который может им поделиться. Итак, для того, чтобы этот высший вкус принять, сначала нужно в него поверить, что он есть. Потому что для большинства людей это большой вопрос. Они уверены, что нет ничего выше нашей обычной материальной жизни. И у этого есть причина, почему они не верят. Сейчас люди могут совершенно спокойно сказать «я не верю в Бога». Это нормальная декларация «я не верю в Бога». Если в переводе перевести это на ведический язык, человек говорит про себя «я не благочестив». Он думает «я сказал «я не верю в Бога», на самом деле он сказал «я не благочестив». Какая связь? Открываем Бхагавадгиту, глава 7, текста 8, Кришна говорит «те, кто совершали благочестивые поступки в прошлой жизни и в этой жизни, и чьи греховные действия полностью прекращены, вот те с верой и решимостью отдают себя предному служению мне». То есть он объясняет, что основой веры и духовной жизни является благочестие. Если человек не имеет веры, он говорит «я не верю в Бога». В переводе на ведический язык, он говорит «я не благочестив». То есть у меня нет той платформы, на которой может прижиться вера. Допустим, я помню в детстве, мать от меня прятала конфеты, сладости. И я помню, была какая-то кружка такая большая, красивая была. И там эти конфеты лежали. И она когда уходила, оставила какой-то там шкафчик наверху, на высокую полку. Она думала, что не достану. Ну, я подставлял стул, естественно, и со стула забирался, доставал эти конфеты. То есть, точно так, как вот ребенок подставляет стул, чтобы снять эти конфеты с верхней полки, для того, чтобы получить высший вкус сверху, нужно кое-что подставить. Некая платформа должна быть основана. То есть, если этой платформы благочестия нет, человеку недоступен высший вкус. Он называет это все такими словами, как «вам промыли мозги», вы просто верите во что-то там несуществующее, непонятное. То есть, человек не может соприкоснуться с этим высшим вкусом, потому что нет платформы благочестия. Поэтому веды декларируют две вещи. Тем, кто способен сразу принять, они дают высший вкус Кришна, Кришнабхакти. Служение Кришне, преданность Кришне – это высший вкус. Не можешь, тогда хотя бы на табуреточку начинай карабкаться. То есть, табуреточка – это вот благочестие, это кармаканда. Совершай хорошие поступки, поклоняй себя полубогам, будь благочестивым, помогай людям, жертвуй и так далее. То есть, строй платформу, с которой ты потом увидишь более высокое. То есть, либо то, либо другое. Если ты способен достичь высшего, бери прямо сейчас Кришна в акте. Не можешь, тогда постепенно, постепенно строй основу своего благочестия для того, чтобы быть достойным вот этого высшего вкуса. Иначе никак невозможно. Итак, когда человек, неблагочестив, он даже не замечает божественно. Он проходит мимо этих правилей, даже не замечая. Допустим, сейчас я возвращался через несколько всех этих таможен, проходил в Индии, в Китае. И у меня там были эти самые, на подарки я брал там всякие Мурти, там разные, ну, из металла сделаны эти вот формы. Сыну там купил Ханумана в подарок, там кому-то там что-то еще. Дупи Кришны, там и так далее. Тут целый такой у меня был кулек этих железных тяжелых штук. Естественно, что когда их пропускатель, этот вот security check, там все это звенит, естественно. Вот. И в Индии спрашивают, что там у тебя звенит металлическая? Я говорю, Мурти. Они говорят, а, Мурти, нормально. Радхатричный, радхатричный. Все, Мурти, никаких вопросов нет, да? То же самое в Китае, в Гонконге, там уже не прохожу. Что у вас там звенит? Я думаю, как же им объяснить? Мурти уже не сработает. Я так, пока задумался, он сам залез к мне в сумку, давайте там раскорочить, разорвал пакет. О, говорит, сувениры. Я говорю, сувениры, то есть то, что для человека с высоким сознанием это Мурти, для человека с низким на этом сувениры. Просто кусок железа такой. То есть сразу же уровень сознания вообще на порядок ниже. То есть люди, не имеющие благочестия, они божественного не замечают, даже прямо контактируя с этим. Просто не видят и все. Нет внутри этой платформы, понимаете? Поэтому нет подключения к какому-то более высокому пониманию и нет эмоций с этим связанных. Когда идущие говорят, Мурти, о, Мурти, Мурти, радхатричный, с почтением говорят. Китайцы, а сувениры, ну ладно, проезжай, все. То есть какое отношение? Когда Китай завоевывал Тибет, там какой-то их посланец, какой-то там генерал приехал на Даршин к этому Далай-Ламе, чтобы с ним договоры заключать. И знак почтения перед таким высоким гостем, эти буддийские монахи, какую-то там мандалу такую выстроили, красивое такое сооружение, много дней его делали там из цветных каких-то ингредиентов. Эти китайцы зашли, они вообще, так сказать, просто ногами по ней прошли, поэтому даже не заметили, знаете, а в конце сказали, религия – это яд. То есть мы, конечно, воспринимаем вас на территории Китая, но знаете наше убеждение, что религия – это яд. А для благочестивого человека религия – это надежда, это вход в другую реальность. То есть у одного есть благочестие, и на основе этого благочестия у него есть шанс получить высший вкус. У другого этого нет, поэтому для него это просто сказки, это яд, это выдумки, это общем для народа. То есть вот настолько разный уровень сознания, разная платформа, на которой могут находиться люди, и в зависимости от этого у человека есть возможность получить высший вкус или её нет. И поэтому люди, как вот Прабхупада в этом комментарии спрашивают, что если человек принял сознание Кришны, это уже признак очень большого благочестия. Мы, может быть, не осознаёмся, в чём именно мы там что-то такое сделали, да? Это не важно. То есть сам тот факт, что у человека есть доступ к Верховной Личности Бога, к такой сокровенной возвышенной форме, не к какому-то абстрактному Богу, когда есть такие люди, которые говорят, ой, я всех люблю, всё люблю. Кого конкретно, не поймёшь. То есть вот эта вся абстрактная любовь ко всем цветочкам, лепесточкам, и когда он показывает Кришну, никаких эмоций, потому что вот всё человек любит, ничего не выделяет. А настоящая любовь, она ставит всё-таки источник всего на первое место. То есть когда человек начинает понимать, что вся эта красота, все эти вещи, чем он восхищает, всё, что он имеет, это всё исходит из высшего источника, из любящей Личности, из Кришны. Вот это уже совсем другой уровень. Итак, цель жизни в материальном мире состоит в том, чтобы набрать тех материальных элементов, тех вещей, которые дают нам обычный, привычный материальный вкус. Какие-то вкусы из пищи, какие-то вкусы из отношений. Вот, привязаться к этому, окружить себя, и это всё держать, приумножать, передавать по наследству и так далее. Вот это материальная жизнь. А цель духовной жизни состоит в том, чтобы, наоборот, постепенно от этого отойти, перейдя на высший вкус. Это ведический пример, как гусеница переползает с листка на листок, она передними лапками сначала укрепляется на новом листке, закрепляется там, и после этого она оставляет новый, оставляет, вернее, старый предыдущий листок. Вот это переход от материальной энергии к духовной энергии. Как мы поднимаемся по лестнице, сначала мы ставим ногу на более высокую ступеньку, утвердились там, потом оторвали ногу от предыдущей ступени. В читании Чиритамрити приводится известная история, как один из спутников Господа Читании, он не сразу появился таковым, Рагунат Дасбасами, как он пытался, так сказать, форсировать события, потому что переход от низшего вкуса к высшему быстро не происходит. И вот этот Рагунат Хадасбасами, он жил в очень богатой семье, и все у него было, отец у него был богатый землевладелец, у него были все замечательные условия, дом, красавица, жена, все идеально было. Но внутри он хотел чего-то другого. И когда он встретил Господа Читании, он сказал, все, все бросил, и темной ночью, по классике сюжета, бежал из дома, значит, прибежал к Господу Читании, и там за ним уже шли эти самые слуги отца, которые его поймали, и обратно. В общем, так было несколько раз. Несколько раз он убегал, несколько раз его ловили, возвращали. И в конце концов Господь Читании сказал ему, не сходи в сумасшую, что ты делаешь? Я понимаю твою тягу к духовному, но есть, как это говорят, это всему свое время, да? И я вам зачитаю фразу, как сказал Господь Читании, ему буквально. Ты не должен проникаться духом показной преданности и ложного отвлечения. Наслаждайся материальным миром, но делай это достойно, и не привязывайся к нему. В свое время, в своем сердце храни глубокую веру, но внешне види себя, как обычный человек. Если будешь вести себя так, ты очень скоро удовлетворишь Кришну, и он вызвалит тебя из тисков иллюзий Майи. Это читание Чиритамрита, Матери Илла, 16 глава. То есть это разговоры Господа Читания с Радуанхидаса Бусани. И когда пришло время, естественным образом, у Рагунатхидаса Бусани все эти материальные программы, они уже, так сказать, отступили на второй план, и он стал одним из вообще самых отреченных людей. То есть на Радхакунде есть его самадхи, и Радуанхидаса Бусани, хотя он был очень богатым человеком в материальной жизни, когда он полностью от всего отошел, он был как раз воплощением полной отрешенности, потому что внутри уже был какой-то другой вкус. Но когда он пытался какие-то совершать такие резкие движения, материальный орган отпускал его, и сам Господь, что я ему сказал, не сходи с ума, то есть всему свое время, то есть это постепенный переход. То есть переход на высший вкус, он должен быть главным планом нашей жизни. Но как всякий большой план, он осуществляется не сразу, а он осуществляется поэтапно, естественным образом. Сейчас, конечно, на Радхакунде там немножко другие люди оккупировали это место. Когда я там был, одного человека нового приводил туда, познакомиваю тебя с этим священным местом. Ну, обычно, когда я прихожу туда со всеми этими местными, так сказать, вот приставальщиками, никаких дел не имею. А тут я не стал сопротивляться, потому что, я думаю, пускай они там тебя за руку хватают, твою руку там пуджу проводят, пускай делают, чтобы этот человек, который я привел, чтобы он тоже это сделал, там не хотел там никаких процессов устраивать. Вот, и он там, он говорит, так, спрашивает, кто твой учителем, говорит, зачем тебе надо знать. Он говорит, ну я же произношу мантрить какую-то, готры там то-ту-ту. Я говорю, ага, хорошо. Вот, так, сели мы с ним, значит, он произносит имена, значит, так-да-да-ды-ды, все там мантры, за ним повторяешь. Вот так, он говорит, где твоя жена? Я говорю, вот жена. Ага, так, жена должна быть, сын, так, все вместе яги совершает. Так, мы там, крутят он моей рукой там, значит, все эти яги совершают. И он, пока он там крутит, он говорит так, значит, Радхакунда Сева 300 рупий, Шьямакунда Сева 300 рупий, я говорю, хорошо, хорошо, туда 300 рупий, сюда 300 рупий, договорились, нет проблем, чтобы он был счастлив, вот, закончили все, вот, он говорит, ну, значит, давай, я, говорит, так, тянусь за кошельком, а сам сидел, у меня простая эльфметика, 300 рупий, 300 рупий, 600 рупий, думаю, ну, легко отделался, вот, а потом зачем-то умножаю 600 рупий на 2, не знаю зачем, у меня получается 1200, я достаю 1200 деловит из кошелька, отдаю, что она на меня так интересно смотрит, ну, молчи, вот, и потом, когда мы уже ушли, он говорит, зачем ты ему так много денег дал, я думаю, зачем ему так много денег дал, то есть, там есть какая-то такая, знаете, особая форма май, вот, то есть, когда желание от этих вот людей, они перекрывают все остальное, то есть, там, немножко другая медитация, то есть, если Рагуна отдаст глазами на Радхакунде, он там проявляет совершенство отречения, то вот некоторые последователи, там, какие-то кастовые косы, у них совсем другое настроение, то есть, для них белые люди, это толстые кошельки, из которых можно, в общем, поживиться неплохо, вот, и их, так сказать, концентрация на всех этих вещах, она, видимо, как-то вошла, не знаю, в мой ум, то есть, как дурный какой-то был совершенно, понимаете, под каким-то таким вот влиянием, и то, когда мы ушли, думаю, что-то я многовато ему дал, думаю, зачем я умножил 600 на 2, понять не могу, я с тем пор не понимаю, вот, но это какие-то у них, там, ситхи, мистические силы проявляют, и он такой счастливый был, то есть, он, там, заработал, вообще, сразу на 2 недели, наверное, там, индусы, там, по 10 рублей дают, по 20, тут сразу, там, 1200 пунктов, там, с какого-то турака белого взяли, вот, и он был полностью счастлив, наверное, то есть, мы видим, что одни люди пытаются вырваться из материальной природы, войти в духовную, другие пользуются каким-то своим духовным положением, наоборот, пытаются, там, какой-то кусок материальной природы закрабасть, то есть, мы видим, вот, такие, всякие встречные движения, некоторые люди эксплуатируют духовную, духовный статус, духовное положение для наслаждения, другие, наоборот, находясь в материи, пытаются искренне прийти к духовному, освобождаясь от всего, ведя свою жизнь в духе жертвы, отдавая или средства, или свои таланты, или время, какие-то возможности, вот, это тенденция является правильной тенденцией, потому что, как сказала в одном из заключающих стихов 4 главы, Кришна, там, какая-то, глава, там, в 30 стихе, он сказал, что все совершающие жертвоприношения, понимая их значение, очищаются от кармических реакций, и вкусив нектар плодов пожертвования, они возносятся в высшую вечную атмосферу, и антибрахмасанатана. То есть, правильная жизнь, это жизнь в духе жертвоприношения, то есть, все веды, они фактически описывают, что человек должен для того, чтобы обрести высший вкус пожертвовать чем-то низшим, это своего рода определенный обмен, и мы должны понимать, что мы делаем. То есть, яги, это не просто какие-то вещи, знаете, как сейчас, тоже яги превращаются в какую-то такую форму, непонятную форму заработка, яги, там, за здоровье, за благочестие, за то, за сё, за предков, там, за детей, всё, да, есть такое в ведах, но люди часто за всем этим теряют понимание, что такое яги, а по сути своей. То есть, они какие-то вторичные аспекты яги вводят на первичный уровень. А первичный уровень яги, это яги для удовлетворения Верховной Личности Бога. Если Кришна доволен, все будут довольны. Многие всякие разные вещи могут произойти, если Кришна доволен. Поэтому смыслом духовной практики, смыслом отречения, смыслом пожертвования, смыслом яги, смыслом чего угодно, смыслом нашей джапы, даже для удовлетворения Кришны. Для чего мы читаем джапу? Кто что скажет? Для очищения, для того, для сего? Нет, только для удовлетворения Кришны. Кришна в сердце слушает нашу джапу. Если мы читаем нашу джапу для Кришны, это будет совсем другое. Это уже не какое-то отчитывание кругов. Мы сидим, и Кришна сидит, и Он слушает. Попробуйте в таком состоянии почитать джапу. При Боге. Мы же в любом случае при Боге читаем, правильно? Только мы этого не осознаем. А если мы будем осознавать, что мы при Боге свою джапу читаем, совсем все по-другому будет. Все совсем по-другому будет. Сразу мы правильно сядем, выпрямимся, все будет хорошо. Сидеть будем не на копчике, а на седалищных костях. Как некоторые говорят, сидячая работа, проклятие. Я вот еще во Вриндауне в этой неделе с одним очень хорошим преданным общался. Остеопатией занимается такая необычная форма медицины, немножко непривычно. Он меня научил правильно сидеть. Вообще там всякие там. Много рассказал мне мифов про йогу. Про современную, особенно про йогу военгара. Сколько там всякой ерунды. Новая, так сказать, уже не исходящая из изначальных источников. Он говорит, у меня сидячая работа. Это большое благословение, если правильно сидеть умеешь. Потому что большинство людей не умеют правильно сидеть, оказывается. А раз они не умеют правильно сидеть, у них все начинается. Сонливость, усталость и прочие-прочие, всякие разные вещи. Поэтому, когда человек все делает правильно, и на материальном, и на духовном уровне происходят чудеса. Как я видел одного парня, футболочку, с такой простой надписью. Делай все правильно, и все будет правильно. Это у нас какая-то простая надпись. Я стал про нее думать вообще, и она очень глубокая, оказывается. Делай все правильно, и все будет правильно. А что такое правильно? Правильно означает по правилам. А где правила Витхи? Правила Витхи, они изложены в Ведах. И когда человек все делает правильно, тогда у него как-то все выправляется. Правила, они выправляются. И в таком правильном состоянии у него развивается хорошее сознание. Вот уже 25 минут. Шестого. Я, наверное, остановлюсь. Если есть какие-то у вас вопросы по лекции, пожалуйста. Научите правильно сидеть. Правильно сидеть. Я не такой большой специалист по правильному сидению. Но для этого нужно, так сказать, одно место. Когда вы садитесь на стул. Хотя вообще сидение на стуле, это вообще неправильно. Все стулья их за борт. То есть, в строгом смысле слова, на стуле нельзя правильно сидеть. Не получается. То есть, ну, потому что все эти стулья, они немножко, они из другой культуры, из другой идеи вообще рождены. Правильное сидение может быть только на асане. То есть, асана – это плоскость некая. Ни твердая, ни мягкая, средняя. С некоторой подставкой или без нее. То есть, если хотите правильно сесть, и нет никакого другого места, кроме стула, вот, если все кресла такие, спроварившись немножко, они, у них невозможно тоже правильно сидеть. То есть, для того, чтобы правильно сесть, нужно одно место, вот, как говорят, пятую точку, да, перед тем, как сесть. Нужно немножко назад отвести, как, знаете, так как вот, о, утки. Немножко назад, раз, а потом сесть, вот так вот. Вот, и тогда будет рома спина. Если вы сели вот так, вы сидите на копчике, понимаете? И, значит, вы очень скоро устанете, и будут всякие разные проблемы. Вот, ну, это, сказать, конечно, не имеет прямого отношения к нашей химии. Это со специалистами надо поговорить, они вам могут объяснить точно. А смысл в том, что если человек не может правильно сидеть, он не может правильно дышать. Если он не может правильно дышать, он не может контролировать ум. Все одно в другое цепляется. Асана, яма, нияма, асана, пранаяма и так далее. То есть, это же наука большая. Вот. Вот, мне там повезло очень сильно, в Южной Индии, в Удупе. То есть, кроме лечения, там еще был курс йоги. Вот. И я освоил некоторые вещи на таком базовом уровне, которые просто, просто изменили мою жизнь. Хотя они очень простые, вот, всем известные. Но когда это, вот, знаешь, что это есть, но не используешь, это одно. Когда начинаешь это использовать, все становится совсем другим. Еще вопросы есть какие-то? Как мы можем проводить, например, какую-то ягву для жертвоприношения, если нам ничего не принадлежит? То есть, я хотела спросить, что смысл вот этой ягвы для жертвоприношения, то есть, понять, развить благодарность Богу, служение, да, принять, развить любовь? Вы же не можете, у нас ничего нет, это все было. У нас есть. Потому что Кришна дал. То есть, другое дело, что у нас может быть неправильное понимание собственности. Что такое собственность? Вся мирская мораль, она основана на понимании чувства собственности. Я считаю, что это мое. А вы считаете, что это ваше. Вы мне отбираете. Вы говорите мое, а я говорю, нет, мое. И так мы деремся. То есть, если мы понимаем оба, что это все не ваше и не мое, а Кришна, тогда наступает настоящая мораль, настоящая культура. А когда неправильное представление о собственности, тогда возникают все сложности. И ягья обозначает, что я понимаю, что это не мое, но раз Кришна мне это дал, временно дал, ягья – это мой шанс продемонстрировать свое отношение и понимание. Ягья обозначает, что мы к Кришне относимся уважительно. Например, в огонь мы кладем какие-то чистые субстанции. Только иногда мы забываем, что огонь, он не только в костре, а он там еще в желудке. И поэтому закидываем туда всякую гадость. Это огонь пищеварения, поливаем его какой-то кока-колой и прочими какими-то не очень правильными продуктами, забывая о том, что это тоже форма жироприношения. Огонь пищеварения, конечно, говорит, это ягонь пищеварения, который помогает переваривать четыре вида пищи, смешиваться с этими разными видами праны и так далее. Поэтому когда мы что-то кладем, так сказать, внутрь своего организма, это тоже форма ягья. Сначала мы это предлагаем на алтаре, потом это внутрь. И поскольку мы это не всегда осознаем, то многие наши проблемы происходят от того, что мы к Кришне в форме огня пищеварения относимся непочтительно. Он нам изнутри напоминает через боль, что это неправильно так делать. То есть сможем еще разложить этот вопрос? То есть смысл яги, а правильно понимаем, что Кришна дает нам еще возможность понять и развить отрешенность к этому матери? Отрешенность развивать не надо. Отрешенность приходит естественным образом. Более того, отрешенность само по себе вне никакого смысла. Потому что отрешенность называется виракти или вайраги, а корнем этого слова вайраги является слово рага. Рага означает привязанность. Мы не развиваем никакую отрешенность. Мы просто развиваем привязанность к Кришне. И следствием привязанности Кришне, вот этой вот раги Кришне, появляется вайраги по отношению к материи. Вот и всё. Мы просто переходим с одного листочка на другое. Просто развивать отречённость от мира в таком буддистском духе – это не наша тема. Ради чего? Ради пустоты? Ещё вопросы есть какие-то? Всем спасибо.